В клубе «Одинец» Алексей занимается стрельбой из лука уже два с половиной года. За этот недолгий, казалось бы, срок успел достичь серьезных результатов. Серебро на чемпионате России и две бронзовых медали на чемпионатах Московской области. В этот спорт Алексей пришел по зову внутреннего голоса. Ему приснилось, как он натягивает тетиву и целится в мишень. Сегодня мужчина тренируется по четыре часа ежедневно и уже не представляет свою жизнь без лука. Это концентрация, это, наверное, самый, если не ошибаюсь, нервный вид спорта. То есть он сосредотачивает, он отрекаешься от всего, когда стоишь на рубеже, и ничего тебя не беспокоит, только ты, лук, мишень. В физкультурно-оздоровительном клубе «Одинец» занимается шесть лучников с заграниченными возможностями здоровья. Трое из них – мастера спорта международного класса, остальные – мастера спорта России. Стрельбой может заниматься практически каждый. Главное – желание. В частности, естественно, у нас все завязано на верхнем поясе конечностей, и это основные руки. Но есть спортсмены в России, которые полностью отсутствуют руки и стреляют ногами. Так что, в принципе, как таковых ограничений у нас по занятию этим видом спорта нет. Тренировки проходят шесть дней в неделю по четыре-пять часов. Нагрузки нелегкие, но нормированные, где каждый должен выполнять свою обязательную программу. Стреляют как из классических луков, так и из блочных – более точных, быстрых и технически сложных. Для спортсменов подбирают снаряжение и оборудуют специальными элементами, учитывая их физические особенности. Мы сталкиваемся с тем, что каждый спортсмен с ограниченными возможностями имеет свои особенности травмы. И в этом и как раз и заключается основная сложность работы с ними. Потому что нужно подбирать либо спецсредства какие-то, чтобы их как-то обмундировать, сделать анатомические какие-то элементы, чтобы спортсмену было комфортно работать, именно стрелять из лука. Игорь в этом спорте девять лет и уже многого достиг. Призовые места на чемпионатах мира, Европы и России, а также множество областных соревнований. Травма шейного отдела позвоночника не стала преградой, так как у него адаптированное снаряжение. В блочном луке есть подразделения на классы. То есть, допустим, у меня класс W1, это самый низший, потому что у меня специфика травмы, у меня шейный, перелом шеи. То есть это поражение трех и более конечностей. Соответственно, я стреляю из блочного лука, но с некоторыми, так сказать, поправками. При благоприятной погоде тренировки проходят на улице. В остальное время в физкультурном зале Голицынской СОЖ номер один. Занимается вместе с ребятами из Одинцовской спортивной школы. Эту практику ввели недавно, но она оказалась удачной как для возрастных лучников с ограничениями здоровья, так и для подростков. Дети, которые первый раз видят, сталкиваются с этим, они как-то смущаются. И в этой ситуации, когда они вместе, они больше социализируются. То есть они понимают, что это такие же обычные люди. С ними также приятно общаться и получать какой-то жизненный опыт. Спортсмены клуба «Одинец» могут не только поделиться жизненным опытом и стрелковым мастерством, но и научить радоваться жизни и идти к своей цели, несмотря на трудности и преграды. Полина Толмачева, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.